Отсидел 10 лет в лагерях, короче, все потерял, что только можно было потерять. Вышел вот в одних штанах там, я не мог выйти на покаяние. Вот я внутри понимаю, что надо, а ноги не идут, представляете? Не могу что-то говорить. Я ему говорю, какая студия? Я всю жизнь во дворе пропел таганку. На данный момент записан один альбом, начал уже писать второй альбом. Это счастье, я счастлив, я просто счастлив. Я не могу описать это какими-то другими словами, но об этом я даже и мечтать не мог. Субтитры создавал DimaTorzok Меня зовут Владимир, меня я 57 лет. Сам я из города Ачинска. В данный момент служу в тюремном служении. Отсидел 10 лет в лагерях. Все, знаете, хотелось найти какой-то правды и справедливости. А как попал в лагеря? Отец рано ушел. Воспитывался один. У меня еще был младший брат. И знаете, улица захватила, захватила улица. Появились друзья, которые научили и курить, и выпивать. И естественно, конечно, я пошел по наклонной. Мать постоянно работала, чтобы нас обеспечить, как-то накормить, одеть, обуть. На двух, на трех работах работала. А я был предоставлен сам себе и улице. Ну и результат. Первый срок попал на малолетку. И началось. Не успеешь освободиться, опять туда. В оконцовке последний раз освободился. В 95-м году, в ноябре. И дал себе слово, что сидеть больше не буду. Все, хватит. Но, знаете, и получилось. И я понимаю, что это с Божьей помощью. Прошел период достаточно большой. С 95-го. Это по 2005-й год. Я болтался тоже. Опять старые друзья. У меня уже появилась семья. Был ребенок. Дочь родилась. Пока я в лагере сидел. И, знаете, и всегда чувствовал, ну, какую-то несостоятельность, что ли. Я даже не могу объяснить это. Смотрел на своих бывших друзей, на ребят, с кем когда-то сидели вместе в лагере. С кем росли вместе в детстве. Смотрю, они какие-то не такие. Веселые, свежие. Проблем у них нет. И они мне постоянно говорили за Иисуса Христа. Ну, знаете, как-то, ну, не касалось, меня не касалось это. Потому что я их знал по той жизни, ну, какие они были. И здесь я видел в них что-то не то. Но я не мог понять, что это такое. Ну, и в один прекрасный момент меня позвали в тюремный центр. У нас в Ачинске тогда открылся только тюремный центр. Друг у меня, Игорь Евгеньевич Уманский, открыл центр. Они начали набирать людей туда и пригласили меня туда. Это в 2005 году. Пригласили меня туда. Там прошло служение. И мне сказали, тебе надо покаяться. Принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя. И вы знаете, первое впечатление мое было. Я просто закрылся. Я понимаю, что это работа дьявола. Я не мог выйти на покаяние. Вот я внутри понимаю, что надо, а ноги не идут. Представляете? Переборол себя, вышел, покаялся, принял Иисуса Христа как Господа и Спасителя. И началась моя христианская жизнь. Слава Господу! Начались чудеса. Такие чудеса, что, знаете, я об этом даже и не мечтал никогда. Все, что когда-то тебе доставалось с большим трудом, чаще всего неправильным. Бог обратил это в другое русло, как сказать. Стало все получаться. Начал читать Библию. И пришло понимание, что надо поступать так, как написано, как пишет Слово Божие. И когда ты поступаешь по Слову Божию, твоя жизнь созидается. Только ты отступаешь от этого, начинаешь поступать по-человечески, у тебя ничего не получается, и все разваливается. Анализировал свою жизнь, ту и эту, в Боге. И с каждым днем ты больше и больше, ну, я утверждался, что надо поступать именно так, как говорит Святое Писание. Путь был долгим. Лет семь я не служил, просто посещал церковь. Приду, уйду, знаете, такое было это. Потом в один прекрасный момент, я, конечно же, упал, пришел в центр, прошел реабилитацию и начал служить. Мне пастор как-то задал вопрос. Слушай, пойдешь за мной? Я и не понял, как у меня вырвалось это. Я говорю, да, пойду. А куда идти? Зачем? Я не понимал. Сейчас понимаю, что это, ну, это Божие провидение было. Пастор позвал со собой в свою команду и сразу же меня определили. Так, этот человек, берите его, пусть начнет ходить в колонию-поселение. Мы начали ходить в колонию-поселение. У нас тогда было три колонии-поселение. Две Зачулыма, а одна при тюрьме. И мы ездили на Сосновое озеро и проповедовали там, служили. Слава Богу. Ну, помаленечку, помаленечку стал возрастать. Выйдя из реабилитации, вообще ничего не было. Потерял все, семью потерял. Короче, все потерял, что только можно было потерять. Вышел вот в одних штанах там, в кроссовках. Начал молиться. Я говорю, господи, что мне начать делать? Вроде бы я и умею. И то делать, и это. Руки с нужного места, как говорится, растут. А никто никуда не берет. И в очередной раз молюсь, и мне Бог говорит, что ты любишь больше всего делать? А я научился ремонтировать машины. Кузовной ремонт. Ну, лежит как-то ко мне. К душе. Покраска, жестянка там, все вот это. И Бог говорит, начни свой бизнес. Открой автомастерскую. Как начинать? У меня ни денег нету. Железный рубль в кармане. Два мастерка, которым шпаклевку мешать. И зарядное устройство. А, зарядное устройство и пассатижи. Ничего нету. Как начать бизнес? Молюсь. Бог говорит, начинай. Ну, нереально. Смотря вот, ну, человеческими глазами, железным рублем начать бизнес, это, ну, нереально. Пришел на ячейку, ребятам говорю, ребята, вот так и так, Бог говорит, надо тебе мастерскую открывать. У меня вообще ничего нету. Они говорят, ну, надо молиться, чтобы все было. Пошел к пастору. Пастор говорит, ну, если Бог сказал, значит, надо как-то двигаться. Ладно, я и не понял, как. Пришел человек, тоже церкви. Он говорит, слушай, я знаю, где можно снять гараж в аренду. Другой пришел, говорит, у меня машина стоит, надо бы сделать ее. А я раньше занимался, делал автомобили тоже. Ну, и все. Снял в аренду гараж. Ребята помогли. С Божьей помощью установили там все. Начал работать. Помаленьку, помаленьку. Инструмента своего не было. Ходил к знакомым, брал там в аренду сварочный аппарат, где болгарку возьмешь, поработаешь. Ночь поработал, днем им надо работать. Отдал. Сейчас, на данный момент, у меня своя автомастерская. Слава Богу. Все оборудование. Оборудование такое, что, ну, не в каждой мастерской еще есть. И все это, знаете, я хочу сказать, это за все воздать славу Господу Богу. Я анализирую свою жизнь и смотрю назад, как это все ко мне приходило. Это только через молитвы. Через молитвы и через слезы. Приходишь ты в нужде постоянно и молишься на дню по пять раз. Господи, благослови. То надо и другое. Работать как-то надо. Деньги надо зарабатывать. Надо как-то жить. И Бог приходил и сверхъестественным образом давал мне хорошие заказы. Снабжал меня всем, в чем я нуждаюсь. Приезжали люди. Советник губернатора приезжал на ремонт. Я думаю, почему ко мне? Кто я такой вообще? Есть более крутые мастерские. Почему они туда не едут? И я понимаю, что это Бог направляет их. Бог направляет, чтобы прославить свое имя. И я начал больше и больше утверждаться. Вера начала возрастать. И как-то пастор нам сказал, возьмите, говорит, тетради и запишите нужды, которые у вас есть. Мечты, нужды. И мы начали писать. Я написал, мне нужна автомастерская своя, джип, внедорожник. Я еще на рыбалку езжу, рыбак, люблю рыбачить. Зубы надо было мне поставить. Ну и семью, естественно. Потому что все потеряно было. Прошло 11 лет с того времени, как я начал служить. И знаете, я частенько открываю эту тетрадь и смотрю. Вот все, о чем я мечтал, все, что мне нужно было, Господь Бог все мне дал. Вот знаете, Библия же говорит, что Он даже все мысли наши знает. Все желания, сердце. Я очень благодарен Господу Богу. Еще одна сфера моей деятельности – это творчество. Я как-то в очередной раз, у меня произошел конфликт с соседом по гаражу, там. Он сам мусульманин. Ну и я понимаю, откуда это все началось. Конфликт небольшой был, но он меня зацепил. Я не мог спать. Начал молиться за этого человека, благословлять его. Господи, говорю, благослови. А вот уснуть не могу, но, видать, грибанул сильно. Вечером приезжаю в гараж уже под ночь. Открываю, сел, взял гитару. Я с детства пою, играю и пою. И начал петь. Состояние было, ну, просто было разбитое. Начал петь, прославлять Бога, и мне на ум пришли слова. Слова Иисусе. И у меня, я и не понял как, минут, наверное, за 30 я написал песню. Родилась песня. Пришла мелодия в голову. Я тоже не понимаю, как это. Я до сих пор понять не могу, как это все получается. Когда я прихожу к Богу, молюсь, и Дух Святой наполняет, и Он начинает через меня говорить. Потом, когда я читаю, я понимаю, что я этого не мог написать. Но у меня не хватило бы мозгов моих написать такие слова, вот, ну, сочинить такую мелодию, которая все, все это подходит друг к другу. Написав первую песню, у меня есть друг Алексей. Я говорю, слушай, он брат во Христе тоже, мы вместе служим. Я говорю, братан, послушай, вот я песню написал, как она будет звучать. Он послушал и мне говорит, слушай, да тебе надо на студии записаться. Я ему говорю, какая студия? Я всю жизнь во дворе пропел таганку. Какая может быть студия? Он мне говорит, да давай съездим, да съездим попробуем. Ну, думаю, надо съездить, не отвяжется же. Приехали на студию, меня люди прослушали. И говорят, слушай, так у тебя талант. Тебе надо петь, записываться. Ну, талант, талант. Ну, говорит, маленечко. Тебе, говорит, надо, ну, маленечко поднять свой вокал. Запишись в школу вокала. Там тебе объясняют, что и как. Где поправить. Я записался в школу вокала. Потом нанял себе еще репетитор. У нас есть, ну, неплохая певица такая. Женщина, она уже более 20 лет поет. И она начала меня учить всем азам. Ну, и вот результат, знаете. На данный момент записан один альбом. Начал уже писать второй альбом. Не я пишу, сразу же говорю. Это Иисус Христос. Это Бог. Я только инструмент в его руках. Бог предоставил эту студию. Я понимаю, свел меня с этим человеком. Мы сдружились. Он меня познакомил еще с одним человеком. Музыкант с очень большим стажем. Ему сейчас 63 года. Вячеслав. Он с города Омска. Он мне делает аранжировки. Пишет мне музыку. И я понимаю, что, знаешь, когда ты занимаешься Божьим делом, Бог прилагает людей. Вот эту студию. Вячеслава со своими талантами. Все это собирает в кучу. Для чего? Чтобы Бог прославился. Оператор. Я не понял, как я вышел на оператора. Мне как-то сказали, ты возьми, сними клип на одну из песен. Ну, думаю, попробую. Начал в интернете копаться. Первый попавшийся номер. Позвонил. Встретился с мальчишкой. Молодой парень. 27 лет. Тоже задавать славу. Я говорю, давай попробуем. Он говорит, так не вопрос. И когда я начал с ним работать, он мне говорит, у меня мама верующая. Она в церкви, в православной служит она у него. Я понимаю, что здесь опять Божья рука. Бог людей собирает около тебя, чтобы прославить свое имя. Думаю, слава Господу. И вот этот парень, молодой, 27 лет, как потом выяснилось, он талантливейший. Ну, просто талант. Я ему, когда что-то говорю, что нам нужно написать, сделать так и так. Тему ему подкидываю. Он эту тему так разовьет, приукрасит ее еще. И потом, когда смонтируют этот отснятый материал, я смотрю, я просто удивляюсь. Как можно было так вот это все сделать? И я опять понимаю, что это Бог. Вся слава и честь только Иисусу Христу, нашему Господу и Спасителю. Бог открыл этот талант, дар. Я порой смотрю на себя, кто я такой. Кто я такой, что ты Бог на меня презрел? Не могу что-то говорить. Вся слава Господу. Знаете, и вот эту жизнь с Богом, ну, ее невозможно передать словами. Все те чувства, которые ты испытываешь. Это надо все прожить. Тогда, ну, тогда, наверное, придет полное понимание. Наверное, так, потому что, ну, можно много рассказывать, но все равно донести всего не можешь того, что делает Бог в наших жизнях. Слава Господу. Просто слава, честь и хвала Ему одному. Знаете, еще раз повторю. Без Бога я полный ноль. Но когда Дух Святой живет во мне, как Библия говорит, все могу я в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот эта благодать, которая приходит от Бога, когда ты служишь Ему, когда Бог задействует тебя в своих проектах, ну, это счастье. Я счастлив. Я просто счастлив. Я не могу описать это какими-то другими словами, но об этом я даже и мечтать не мог. Что сделал для меня Господь Бог? Я счастливый человек. И за все, за все, за все слава Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу. Иисус, Ты спасение мое среди штурма. Иисус, Ты защита моя от беды. Иисус, Это все, что я вижу и слышу. Иисус, Без тебя словно жизнь без воды. Отец, Прямо в сердце мое заклини. Мой Бог, Укрепи мои ноги в пути. Покрой Все грехи Мои Бог, Мой любовью И дай Мне напиться Твоей чистоты. Покрой 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 Иисус, 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 Ты наполни любую своей. Иисус, Сохрани в чистоте и спаси. Иисус, Ты продлишь счастье солнечных дней. Иисус, Иисус, Моих близких от бед сбереги. Иисус, Ты продлил счастье солнечных дней. Иисус, Моих близких от бед сбереги. 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 Покрой все грехи, мой Бог, мой любовью. И дай мне напиться Твоей чистоты. Иисус, Моих близких от бед сбереги. Иисус, Моих близких от бед сбереги. Иисус, Иисус, Мой Бог. Иисус, Иисус, Мой Бог. Иисус, Моих близких от бед сбереги. Мир всем, друзья. Меня зовут Сергей Янчев. Уже скоро как 15 лет я занимаюсь служением восстановления людей, попавших в сложные ситуации в зависимости от наркотиков и алкоголя. Мы сегодня обращаемся к тебе, дорогой друг. Если ты в беде, если, может быть, ты уже хотел бы вырваться, и ничего не получается. Может быть, ты уже испробовал ни один метод, ни одна попытка была, и уже отчаялся, и руки опускаются. Я просто говорю тебе, я был таким же. Попроси Бога о помощи. Обратись к Нему сейчас, в молитве. Обратись к Нему о помощи. Скажи, Иисус, прости меня. Первое, скажи, Иисус, прости меня. Второе, скажи, Иисус, помоги мне. Возьми меня сам. Выведи меня из этой беды и проблемы. Я знаю ты, Бог, ты можешь это сделать. Скажи, Иисус, Он рядом. Он любит тебя. Он точно хочет тебе помочь. Я знаю это. Поэтому сегодня наши центра, наши общежития по всей стране работают для таких людей, как ты и я. Ты можешь позвонить, под видео есть ссылка. Позвони, номер телефона доступен круглосуточно. Операторы принимают звонки многоканальной линии, для того, чтобы ты мог позвонить. Позвони, скажи свою проблему, расскажи свою беду. Мы ждем твоего звонка. И вместе с нами у тебя получится. Я верю, что Иисус поможет каждому, кто позвонит и кто обратится к Нему за помощью. Не опускай рук, не сдавайся. Иисус рядом. Он зовет тебя. Да благословит тебя Бог. Он любит тебя. И я верю, что у Бога для тебя есть план. Субтитры создавал DimaTorzok